Представьте, что Коля это центр кружности, и вот я хожу вокруг него, как в воду сверебраясь на кухне. То, что он контролирует, это расстояние между его ногами. Если я пойду сюда, я в его ногах, я попадаю в гард. Соответственно, я хочу находиться вне его ноги. Вот здесь я не в гарде, здесь все хорошо. Но часто вы очень пытаетесь сократить дистанцию пораньше. То есть вы такие, а? Побежали, и пытаетесь вот здесь, здесь его ноги как, он даже не напрягается закидывать ноги в гард. Опять же, даже если вы хорошо проходите. Вот я делал, я пытаюсь ставить колено, он упирается двумя своими сильными руками, закидывает ноги, делает клеветки. Очень тяжело, вам будет очень тяжело его здесь загрузить. Поэтому, смотри, я специально сказал про точку круга и про радиус. Я здесь, я не хочу сближаться вот здесь, сильная сторона, я хочу уйти сюда, сюда, сюда. Здесь, во-первых, слабее его руки, а во-вторых, ему тяжелее закинуть ноги. Я напоминаю позицию для легких гибких чуваков, если вы тяжелый парень, он уже здесь непривычно. Я могу здесь пропитывать, могу поворачивать. Я загоняю его в неудобную позицию. Я не хочу дать ему ровно, я хочу, чтобы ему было не комфортно. Часто, вы можете ставить спинем, ты не бьешься, хочешь быть не меня. Ваша вайбаль не обязательно нравится в вашем спине. Наоборот, когда вы будете плеваться, как с этой клюказью бороться, меня это бесит. Еще раз. Человек лежит, я не пытаюсь выскочить на его ноги здесь и сбоку. Очень сильная позиция, очень легко защищаться. Я держу вот это расстояние, держу, держу, держу. Даже если бы он здесь завоит ноги, вот здесь, я гораздо опасен, я гораздо сильнее него. Мой вес лучше работает, ему тяжелее защититься. Поэтому, не надо пытаться выскочить, уходите в уязвимые зоны. Коля держит, я взял высоты, и я вам покажу как. И один шаг взял меня ближе, я подъехал, бегал его ногами, очень устал, он на меня посмотрел, и я не приблизился к проходу. Очень важно, что каждое ваше движение надо вас хотя бы по чуть-чуть, но приближать к проходу, приближать вот к этой заветной зоне, где он с папой. То есть вы берете, вы пошли сюда, чуть-чуть подъехали, он начинает защищаться. Да, мы уходим сюда, то есть я все время кружу кружу, он снова защищается, да, и переходит. И с каждым шлагом мы сюда-сюда, сюда-сюда-сюда. Обогнали, как слабее, пройти легче. Еще раз. Часто вы собирались проходить, вообще не двигаясь вперед, то есть вы. Взяли на инсталянный скорбчик, на инсталянный скорбчик, но вот как были перед его ногами, так перед ними и остались. Ему легко защищаться, достаточно просто вас уберется, да вы можете бесконечно дергать. Но как только вы решили соперник сюда, и он просто поворачивает в честь руки, чтобы вас остановить. Часто люди не могут решить, как им проходить гад. Что они делают? Соперник лежит, они к нему подходят, он забирает голову, и человек берет захваты и зря. И он начинает думать, как проходить вот этот гад. Его соперник продолжает забирать позиции, продолжает что-то делать. Человек сидит и думает, потом гад не проходится. Не надо заходить в гад и вот здесь начинать думать. Вы зашли сюда, вы на близкой дистанции, значит проходим через давление, вставляем колени, убираем ноги, постоянно работаем, работаем, работаем. Но! Взять хорошее захват на выбирании, даже на дистанции вы взяли, все хорошо, я должен начать не подвигаться вот этим. Вычисляю, все еще вычисляю. Ну как поменялся, нужны новые вычисления. Это плохо, вы не проходите гад и чего-то ждете.